Всем привет, с вами снова Илья, это обзор прогноз криптовалютного рынка на 3 декабря. Как обычно, сегодня разговариваем про биткоин, про эфир и также взял я еще несколько монет из помойки, потому что одна у нас уже отработалась, значит еще одна будет в подарок. Итак, давайте посмотрим, что у нас происходит на биткоине. Здесь без особых изменений, поэтому без особых изменений я имею в виду в среднесрочной перспективе. Однако, давайте взглянем на то, что у нас сейчас происходит на небольших временных интервалах. Посмотрим, можно ли тут что-то придумывать. Но сразу скажу, что это сейчас крайне нежелательно. То есть, рассматривать какие-то прям уже ультракороткие фреймы, типа 5-минутного графика, это всегда последнее дело, которое в теории можно проторговать, но в реальности сопряжено с большим количеством сквизов, спекуляций, а значит и торгуется очень сложным. Здесь мы видим, что на 5-минутном графике у нас с, наверное, начала вчерашнего дня образуется вот такой вот треугольник, его максимумы у нас здесь постепенно снижаются. Мы видим, что здесь было небольшое такое ложное пробитие, однако в последствии цена у нас все формировало более и более поднижающиеся максимумы. То же самое происходит с минимумами, они последовательно повышающиеся, а значит у нас фактически есть неопределенность. Эта неопределенность, она будет пробиваться, судя по тому, что график у нас еще, точнее, извиняюсь, волатильность еще не очень сильно снизилась, а значит и пробой у нас будет еще пока не в ближайшее время. Я бы сказал, что это скорее конец сегодняшнего дня, то есть не первая половина или, возможно, начало завтрашнего дня. Мы видим, что цена, она уже из и так, по сути, узкого диапазона перешла в еще более узкий. Так этот более узкий диапазон, он еще и формируется по принципу затухающих колебаний, то есть по принципу треугольника, а значит это говорит о том, что вот именно импульсное движение, оно должно быть уже очень и очень скоро. Я надеюсь, что эта скука, она наконец-то закончится, и мы хотя бы что-то увидим. По среднесрочной перспективе, по более долгосрочной, а также по потенциальной сделке, которую здесь можно совершить в рамках возможного ложного выхода к низу, где-то к 10-4 тысячам 800 долларов, я уже рассказывал во вчерашнем обзоре, поэтому повторяться здесь смысла не вижу. Однако, давайте отвечу на такую реплику. Я вчера, когда читал комментарии или позавчера, я точно не помню, но там прозвучала такая вещь, что вроде сейчас, то есть в мировой экономике, ну и вообще в мире, в принципе, происходят события, связанные в том числе с новым штаммом, сами знаете чего, и это все как бы ведет к падению фондовых площадок, к реакции соответствующей, по крайней мере, фондовых площадок. И вообще-то биткоин, он в принципе имеет высокую корреляцию сейчас там с индексом S&P, с NASDAQ, с возможно другими там ведущими индексами, и раз она имеет такую корреляцию, то что, что дурачок, просто не посмотришь, как они себя ведут, и соответствующий вывод по биткоину не сделаешь. Это просто замечательно, честно говоря, как бы замечательное наставление, однако мне нравится, как многие полагают, что проанализировать фондовый рынок, это типа вот так вот, то есть знаете, вот как там NASDAQ пойдет, как S&P пойдет, это вообще все банки видят насквозь. Вот с биткоином возникают проблемы, то есть я могу проанализировать NASDAQ, как могу проанализировать там S&P 500, и потом сделать вывод про BTC. Но вы забывайте, что даже если там будет 100% корреляция, то нам все равно нужно один из активов, так или иначе, изначально проанализировать, изначально дать какой-то прогноз. И в случае с фондовыми площадками, это не всегда более легкая задача, поэтому высокий уровень корреляции на данный момент нам особо ничего не дает. Поэтому я бы сказал, что корреляция, безусловно, есть, и я о ней уже один или два раза за последние несколько видео говорил, но с точки зрения прям того, чтобы этому придавать такое важное значение и анализировать S&P и NASDAQ, это такой спорный вопрос. Возможно, я в следующем видео этим займусь, мне надо подготовиться, и, может быть, мы действительно там что-то найдем, какие-то предвестники или сильного снижения, или потенциального роста, но пока что, как бы, глядя на график, на их графике особо что-то такого заметного нет. Теперь давайте перейдем к эфиру, посмотрим, что у нас происходит здесь. Эфир, опять же, с точки зрения среднесрочной и долгосрочной перспективы, мы уже рассматривали, теперь давайте посмотрим на более локальную составляющую, откроем 15-минутный график и увидим, что здесь у нас нижняя граница не очень четкая, я бы назвал ее где-то 4,440, там 4,470, то есть она такая размытая, верхняя граница почетче. Мне кажется, что у нее есть четкая середина, где-то 4600, и примерно этот уровень мы периодически видим как ложный пробой. Поэтому я думаю, что с точки зрения краткосрока эфир выглядит торгуемо, в принципе, то есть здесь можно попробовать сработать на пробой этого уровня, в том числе на ложный пробой этого уровня, то есть самый простой вариант, это, наверное, опять же, дождаться какого-то выхода. Если мы увидим здесь продажи на таком выходе из этого диапазона, то, в принципе, шорт-позиция здесь выглядит неплохо. Полонг-позиция сложнее, потому что уровень очень размыт, но я бы ориентировался где-то на 4,450, то есть, опять же, ложный пробой за 4,450 и начало восстановления, на мой взгляд, это неплохой вариант для лонг-позиции. По поводу пробойной идеи, я не очень люблю торговать пробойной идеей сейчас по альткоинам, потому что биткоин у нас находится в рамках бокового диапазона. То есть, вообще, пробойная идея торгуется хорошо на активном биткоине, когда у него какое-то импульсное движение, там пробой проторговать здорово. Но, как правило, когда биткоин у нас стоит в рамках бокового диапазона, то мы и по альтам видим как бы не импульсное движение, а скорее ложные пробои. В связи с этим, как бы сейчас, пока пробои по эфиру торговать не хочется. Ситуация по эфиру по отношению к биткоину выглядит примерно так же. Все неплохо, и вроде как покупатели поддерживают и выкупают какие-то просадки. Но об этом мы, опять же, уже просто раз говорили. Теперь перейдем к нашему любимому, а именно к монетам не самой первой свежести и не самой высокой капитализации. Монета Cortex, некая, STXS. У нас отработалась, сработали все тейк-профиты. Вопрос, еще вопрос в комментариях видел. Типа, а где ты эти сигналы даешь? То есть, в Телеграме там, типа, ничего нет, закрытый канал нет. Все вообще на Ютубе. То есть, это в одном из предыдущих видео. То есть, я специально под каждое видео пишу монеты, которые там разобраны. Вы можете, если вам интересно, посмотреть, когда это было дано. И, в общем, то есть, никаких там секретных вещей, никаких секретных чатов или на каналах нет. То есть, все так же дается на Ютубе, просто с какой-то периодичностью. Эти, не сигналы, назовем это так, а эти стапы, они отрабатываются. И, соответственно, когда что-то отработалось по щиткоину, мы сразу переходим в новый щиткоин. Это, знаете, как есть в этом какой-то определенный шарм. Когда вот у вас, представьте, есть такой портфель, и там какой-то мусор постоянно лежит. То есть, ну, не постоянно, просто лежит там мусор. И вот этот мусор наконец-то достаете, причем, вам за это даже денег заплатили, и выкидываете. Есть какое-то облегчение, когда такая монета закрывается, и когда это дополнено еще какой-то прибылью, особенно приятно. Даже на каком-то уровне чуть более приятно, чем когда закрывается соответствующая сделка там по биткоину или по какому-то топовому альту. Ну вот, значит, здесь у нас все цели отработались, в общем, поэтому давайте сразу переходить к монете, которая, на мой взгляд, выглядит сейчас неплохо, и на которую можно отправить частично высвободившиеся средства. И это монета ОН. Не знаю, как ее занесло сюда, но график у нее выглядит вполне себе неплохо. Здесь, во-первых, очень узкий и красивый диапазон, начиная с августа месяца формируется. Также мы видим у этого диапазона четкую нижнюю границу, это означает, на мой взгляд, неплохого покупателя, возле 20 центов. Верхняя граница около 26 центов, есть периодические какие-то ложные выходы наверх, однако нас больше интересует, наверное, именно серьезный и приличный выход наверх, но и игнорировать какой-то локальный выход мы тоже не будем. А значит, будет у нас две первичные цели, это 40 и 55 центов, и последняя цель, на мой взгляд, ее нужно ставить прямо на какой-то существенный прирост. Ну, я бы поставил центов, не доходя до 75, то есть, три четверти доллара. То есть, вот такие цели я здесь выставляю. Опять же, как и на все другие щиткоины, я напоминаю, что это не нужно делать существенной части капитала, а мы это делаем давно, и делаем это в основном на средства, которые с этих же щиткоинов и высвобождаются. Поэтому, просто, аккуратно, на всякий случай, может быть, когда-нибудь это дело отработается. Вот и все. На этом я напоминаю вам, что криптовалютный рынок является рынком с высокими рисками и ни в коем случае не нужно инвестировать сюда то, что вы не готовы потерять. Также всегда формируйте несколько альтернативных точек зрения, а свое торговое решение принимайте самостоятельно. Я с вами прощаюсь, всего хорошего и пока. Субтитры сделал DimaTorzok